Окей, окей, дело пошло. Всем привет, сегодня у нас 17 августа. Начинайте, не будем. Да, всем привет, значит, в данном лайме поговорим об Амскопе и, в принципе, продемонстрирую просто статейшки, которые есть на данный момент, что-то новое, что мы внедряли, объясню и отвечу на какие-то вопросы, я и мой коллега Сергей поможет, на то, что, например, вам было непонятно или что вы хотели узнать, как работать и так далее. В принципе, все действие будет происходить на примере выбора товара вот с нуля и конкретно мы думаем, что будет интересно сказать, как можно выбирать товар с помощью инструментов Амскоп и вот конкретно под праздники. То есть сейчас у нас накануне будут праздники, а, как известно, на Амазоне октябрь, ноябрь, декабрь – это те три месяца, когда, в принципе, можно продавать на весь год вперед, как говорится. То есть спрос на товары там растет безумно, если товары попадают, вот, я говорю, особенно если они попадают под праздничные товары. То есть это какие-то игрушки, ну и, в принципе, просто товары, которые можно подарить кому-то в подарок. И чтобы хорошо реально заработать на праздниках, желательно вот этот праздничный товар запустить. Если он еще не запущен, то запустить его не раньше, чем 1 ноября, чтобы он уже был запущен, отзывы были раскручены более-менее. Не позже. Да, не позже, да. То есть если сейчас вот кто-то из вас занимается поиском товара, вот прямо на данный момент, и не знаете, что запустить, то вот посмотреть именно на товары, которые отлично пойдут на праздники, по-моему, идея просто замечательная. Потому что трафик, который будет на праздниках, он позволит сразу набить вот эти органичные продажи, через автореспондеры получить вот эти отзывы, что уже здесь в последующий год, в принципе, у вас будет уже такой стабильный товар, который будет продаваться за счет социал-пруфа уже и так далее. Вот. Поэтому имеет смысл найти товар для праздника. И вот, собственно, вот сейчас на данном лайве покажу, как можно искать товары для праздников, используя вот наш инструмент Amscope, сканер и Amscope. И параллельно буду рассказывать, что, как работает, и отвечать на ваши вопросы, если они будут возникать. Или на вопросы Дениса в конце обычно. Отключаем. Ну, в общем, я думаю, разберемся здесь так или иначе. Итак, значит, для тех, кто вообще не знаком, у нас есть такая штука, сканер. Это, в принципе, огромная паза данных продуктов с Амазона. Есть у некоторых конкурентов то же самое. В принципе, это такая популярная высочная пауза среди амазонщиков. Мы просто сканируем огромное количество товаров на Амазоне. И вот у нас собралась эта база, почти 26,5 миллионов товаров. И мы ее вот предоставляем в качестве вот этого продукта, который мы назвали Amscope Scanner. То есть здесь можно, по сути, фильтровать по цене, по категориям сразу какие-то товары. Ну, вот просто покажу, как это работает. Например, если мы ищем товар для праздников, вот нету идей, вот что продавать, какой товар выбрать, то стартуем навсегда. Вот мы лично всегда стартуем отсюда. То есть здесь в сканере мы берем идеи перспективных товаров. В этом суть этого инструмента. Сейчас продемонстрирую, как работает его часть, которая называется база данных. То есть выбираем какую-то категорию. Например, если мы говорим о подарке, это желательно будет игрушки. Игрушки очень хорошо продаются на Амазоне. Вот в празднике особенно. Выбираем какую-то ценовую категорию, от 30 до 50 долларов. Я считаю, это самая идеальная ценовая категория, чтобы можно было нормально заработать на Амазоне. Далее, ну, не меньше 10 продаж в день. То есть тут в месяц выбиваем, что минимум 300 продаж в месяц. Ну и чтобы было немного отзывов, то есть максимум 50 отзывов. Мы понимаем, что там безумная конкуренция и сможем, грубо говоря, сделать отзывы с полным выкупом и достаточно быстро в ту позицию, в которую вот эти вот выбранные нами. Идем и можем рассчитывать на те же продажи. Запускаю, значит, поиск. И сейчас посмотрю просто, какие товарные идеи будут предложены программой «Скопсканер». То есть он сейчас сканирует базу из 26 миллионов товаров, которые подходит именно под наши критерии. То есть от 30 до 50 долларов, минимум 300 продаж в день и 300 продаж в месяц и минимум, максимум 50 отзывов. Ну вот, он выдал 84 продукта. Здесь можно посмотреть, какие идеи. Вот интересные, есть разные идеи. Можно посмотреть, что это за товар. Какой-то вот для детей Playmat у нас здесь. Сейчас запустим «Скоп» и посмотрим. Вот он примерно 80 в день подает по цене по 35 на данный момент. То есть вот оборачивает в месяц 80 с чем-то. Ну, 80-400 примерно долларов. Вот. Смотрим, что здесь еще есть. Здесь вот данные сканируются с некоторой задержкой. Поэтому они будут чуть-чуть отличаться от тех, что сейчас фактически. Тем не менее, данные с низкими БСАРами мы сканируем каждый день. Это порядка 800 тысяч продуктов сканируются каждый день. И их данные обновляются ежедневно. У тех товаров, у которых БСАР повыше, они сканируются позже. Вот интересный товар. Это какой-то набор собачек такой игрушки. Посмотрим вообще, как он подбирается. Вот 14 продаж в день. Очень интересный товар. Давайте теперь посмотрим на этот товар более детально. То есть док ассортно. Вот интересный товар, игрушки. Забьем сейчас его в Amazon и уже запустим сейчас сам амскоп, чтобы посмотреть, в принципе, как в этой нише обстоят дела с продажей и с конкуренцией. То есть тут сразу видно, что, в принципе, у нас не такая безумная конкуренция, потому что отзыва не так много. И здесь я как раз запускаю амскоп, чтобы посмотреть примерный прогноз продаж для этой ниши. Ну, то есть тут видно, что, в принципе, продаж тут не так уж много. Ассортируем сразу по топам продавца. Видно, что здесь еда, какие-то игрушки. То есть то, что не относится, в принципе, к нашему товару. И вот отсюда идет наш товар. То есть вот этот вот игрок на этом рынке, вот конкретно он, он реально продает 14 единиц в день и делает 10 тысяч. Здесь уже другой товар. Опять собачки. Вот они 10 тысяч продают собачки. Тоже собачки. 10 в день, 7 в день продают. 7 в день. Так, так, так. И дальше у нас идут уже какие-то вот три собачки. Это другие товары. Ну, что я могу сказать? Товар достаточно, ну, то есть потенциал у него небольшой. Много на нем не сделаешь. Видно, что, в принципе, спрос не такой большой на этом рынке. Но видно, что очень легко будет выбиться, в принципе, на 5-10 продаж в день. В самой категории около, там, от 15 до 20 долларов с этим товаром. То есть это видно сразу. Поэтому, если у кого-то реально небольшой бюджет, но нужен верниковый товар, чтобы выйти, например, на тысячу долларов чистой прибыли в месяц, ну, у кого-то такая цель, да, вы только старкуете, например, с Амазоном, то с этим товаром, я считаю, реально можно, вложив там 3-4 тысячи, выйти через полгода на тысячу чистой прибыли в день, потому что здесь очень легко выйти будет на 5-10 продаж. Ну, если еще углубиться немного в листинг конкурентов, тут видно, что они особо даже не пытаются, ну, маркетить. То есть одна фотка, видно всего лишь, а description никакой и так далее. То есть есть куча чего сделать. Я уверен, что они даже не знают, что такое там отзывы с полной буквы, что такое SEO-продвижение. И из-за того, что сам keyword будет неконкурентный, может быть, практически очень быстро выбиться в топ. Ну, это был один из примеров. Давайте просто глянем, что здесь еще у нас есть, что вообще нам выдал сканер, а попробуем воспользоваться какими-то другими фильтрами. Например, цену категория оставим такую же, продажи месячные оставим, ну, допустим, такими же, но давайте... Даже нет, давайте просто продажи увеличим. То есть у нас здесь было 300 в месяц минимум, это значит 10 дней примерно, давайте не 10 дней, а, скажем, ну, в три раза больше, 30 дней, чтобы было поменело. Ну, плюс-минус. И оставим те же условия, то есть даже еще меньше. И 30 отзывов у нас максимум. Вот посмотрим, что выдаст сканер при таких условиях. Там еще можно, кстати, выставлять фильтры по RPR, чтобы смотреть именно на те товары, которые вот имеют мало отзывов, ну, хороший оборот. А, ну, видите, здесь, в принципе, у нас выдали себе брендовые товары при таких фильтрах. Но они достаточно такие хорошие. Это конкретно в этой категории, то есть деньги. Если выбрать вообще все категории на Амазоне, и мы можем попробовать отсортировать минимум 10 в продаж в день, и чтобы минимальный RPR был 100, не меньше. Ну, и, допустим, здесь 50 отзывов. То есть товары, у которых RPR будет от 100 и выше, и продажи, у которых будут, ну, 30 в день минимум. И ценовая категория от 30 до 50. Какие у нас тут будут идеи товарные? То есть, в принципе, это точка входа для анализа товара, который вы планируете запустить на Амазоне. То есть откуда брать идеи, да? Можно там составлять список, можно воспользоваться вот этой базой нашей из 26 миллионов, и, ну, и оттуда начать уже более глубоко копать через оружие Амскоп. Ну, вот здесь он выдал какие-то варианты, какие-то идеи. Можно тут уже посмотреть, углубиться. Это какой-то гамак. Мы говорим, что многие из вас знают этот товар. Потому что, в принципе, на Амазоне всех, кто ресорчат, все рано или поздно находят одни и те же товары. Это точно. Туда-сюда посмотрим. Просто, может быть, что-то интересное еще приглянется. А если нет, то просто посмотрим на мегамак. Так, ну, вот какой-то набор, кстати, интересный. Набор посуды тоже. Тоже часто продают наборы. Они хорошо идут, как я заметил. Вот этот 12 сейчас продает. Видимо, у него был спайк недавно. И инструмент, наш сканер, он именно в спайк его засканил, поэтому он там сохранил заметность продаж. Но здесь, по факту, я вижу 12 продаж. Ну, тут цена мая октября очень плохая. Почти 40 долларов. И 400 в месяц он делает. Интересно, какая там маржа. Вот. Ну, вот таким образом происходит вот этот поиск товаров. Поиск товарных идей через Amscope сканер. Помимо вот этой вот базы данных, у нас здесь есть еще такая штука, которая называется трекер продуктов. И здесь можно, в принципе, просто трекать. Трекать продажи товаров фактически, то есть данные. То есть бывает зачастую так, что вот если мы забьем какое-то ключевое слово в Amscope, какие-то данные у нас не возвращаются. Ну, я не знаю. Давайте просто забьем. В некоторых категориях Amazon просто не возвращает BSR на 10 категорий вообще. И в таком случае Amscope будет показывать прочерки. Я вот сейчас посмотрю, будет ли здесь такое. Будет ли здесь такое. Да, ну вот. Например, зайдем. Видите, тут NA, not available и прочерки у нас. Ну, а посмотрим просто, так ли это. Посмотрим на категорию этого товара. Да, и вот мы видим, что родительские категории, BSR в родительской категории для этого товара нет. Поэтому Amscope не может сделать прогноз. Потому что мы видим только в подкатегории. Вот в таких случаях, для таких случаев мы сделали вот эту вот возможность add-to tracker. То есть, грубо говоря, нажмите этот tracker внутри Amscope и он добавит этот товар в трекер. У всех пользователей Amscope будет бесплатная учетная запись автоматически создаваться в трекере сканера, которая позволит до трех товаров добавлять и трекать. Будет специально делаться вот такая вкладка Amscope. Это сейчас просто в другом аккаунте. Вот я добавил только что в трекер этот товар. Если мы удалим, например, отсюда, то он добавляется. И также вы можете добавлять другие, то есть те, у которых нет датности. И он будет просто каждый день по методу 999 смотреть, сколько осталось товара на складе, и вы будете видеть фактически данные. Ну вот сейчас на гуме. Я добавлял разных, мы их со стороны как-то тестировали. Я точно даже не знаю, что у нас здесь есть. Ну вот, например, мы добавляли недавно вот этот товар. Вот точка черная, это сколько было продано за один день. И мы вот видим, например, мы добавили его 11 августа в трекер этот товар. То есть у него было 0 продаж 12-го, 0-13-го, 0-14-го. Потом 15-го он сделал 3 продажи. Потом он сделал 2 продажи. То есть это уже фактические данные. В этом суть этого трекера. И с ходом времени вы можете видеть, сколько конкретно очень конкурентов продают. Если вы серьезно уже анализируете нишу, то вам в идеале нужно было бы забить парочку-тройку своих конкурентов, а лучше побольше, и посмотреть на их фактические продажи. Потому что здесь идет, он скоп, он дает прогноз, который основывается на регрессионном анализе. То есть мы собираем огромное количество точек и строим вот этот вот поленом. И потом просто на основе, какой БСР получаем, мы выдаем сколько в день продаж. На основе статистики. То есть это работает так. Поэтому это прогноз. То есть он с какой-то вероятностью будет точный. В определенных рейнджах БСР он может чуть-чуть отличаться. Но особенно когда очень низкие БСР, там может быть большое различие. Почему? Объясню. Потому что когда у товара низкие БСР, у него очень большое количество продаж. Как правило, такие продавцы имеют уже большой сток. То есть сток больше, чем тысяча товаров. И когда сток больше тысячи товаров, Амазон не выдает через метод 999, как мы следим, не выдает, сколько там осталось. То есть он всегда как потолок выдает 999. Поэтому уже очень сложно отслеживать вот эти вот товары с низкими БСР. Там приходится делать, ну, такое усреднение некоторое. Поэтому он может чуть-чуть расходиться в нашей программе, в других программах эти данные могут немного различаться. С какой-то погрешностью. Поэтому это такое может быть. Вот. Ну вот, в принципе, я так продемонстрировал с помощью вот этих двух инструментов и трекера, как можно анализировать продукт и находить что-то. И вот в этой быстрой сессии, например, я нашел из таких легких продуктов, которые можно запускать, это вот эти собачки. Много на них не заработаешь, однозначно, но зато будет сложно запуститься и раскрутиться с небольшим количеством отзывов. На 5-10 продаж выйти можно, а это будет свою тысячу приносить. Если, конечно, амбиции гораздо больше, то здесь нужно просто выставлять уже более серьезные кризисы, но при этом нужно понимать, как вы будете забиваться в топ. Если есть стратегия, я уверен, что ее можно, и есть средства, чтобы быть инсток, после того, как вы выбьетесь в топ, тогда можно уже более смело выставлять большее количество продаж здесь, выставлять прайс раньше какой-нибудь другой, ну, просто там от 10 до 50, количество продаж там было, например, не знаю, начинает с 40 в день и так далее. Ну вот, в принципе, я вкратце продемонстрировал, как это все работает. Здесь еще есть больше фильтров. Сергей, может, что-то хочешь добавить, показать ты, что-то хочешь? Да, давай, может, я тоже покажу больше, как еще, ну, как, собственно, вот ищу новые идеи я. Давай попробую сейчас зашарить свой экран. Да, давай. Вот я знаю. Зашарил, да, я просто свой тогда. А, тебе надо, да, убрать. Все, я убрал. Убрал шар? Да. Ну, теперь ты должен зашарить, пока я тебе... Ну, что там? Нет, нет. А, вот, все. Появился. Тогда я Виталия просто продемонстрирую такую классическую сессию поиска как бы новых каких-то перспективных товаров, которые, ну, вот, делаю я лично и обучаю делать... Мы обучаем делать наших ребят, сотрудников. Обычно все действительно начинается вот в этой базе данных. И, собственно, тут выставляются какие-то фильтры. И, например, вот я взял, скопировал, как Виталий сейчас только что выставлял. Возьмем тоже по ресорчам вот эту категорию, то есть ангейн. И давайте применим вот такие же похожие фильтры, как у Виталия. Цена от 20 до 50. Минимум 10 продаж в день. Отзывов там, ну, вот я 60 поставил. Собственно, нажмете сэрч, и ваша задача – это просто, ну, вот, найти как бы первые товары, которые в этой категории под эти экономические фильтры подпадают. И после чего вы просто вот… Ну, вот у меня побольше, потому что я тут чуть-чуть буквально расширил на 10 отзывов. И, смотрите, у меня выдача сразу гораздо больше. И после этого вы просто скроллите, и, в принципе, вас интересуют любые какие-то товары, которые цепляют взгляд, или даже можно открывать все подряд. Потому что вы, ну, допустим, с первого взгляда не сразу можете понять, вот что это такое. И поэтому, может, стоит уделить там 5-10 секунд просто анализу, вот, что это, что это. Ну, сейчас будем там открывать, что просто первое зацепится взгляд. Вот наши плачевно известные спиннеры попались под фильтром. Ну, вот, например, вот возьмем вот этот товарчик. Открываем. Мы сейчас пооткрываем несколько, а потом просто их поанализируем. Ну, давайте посмотрим первый этот наш товар. И вот он, Magnetic Tiles Building Blocks. И после того, как вот я нашел вот этот вот, так сказать, вход в какую-то интересную новую нишу, что я делаю дальше? Дальше это беру и ищу какое-то главное ключевое слово вот этого листинга. Ну, вот, в этом случае это Magnetic Tiles Building Block, скорее всего, будет. После чего вы просто переходите, как бы, вот сюда вот, забиваете этот кейворд и запускаете уже Amscope. И задача нашего сканера – это найти какой-то вход в какую-то товарную нишу. Задача Amscope – это сделать быструю оценку, насколько вот эта товарная ниша перспективна. Потому что ваша задача сводится к тому, чтобы перебрать очень большое количество вот этих товарных ниш и остановиться там на пяти, на десяти, а потом просто методом исключения остановиться на одной, которую вы будете запускать. И мы вот этот Amscope, наш продукт, приспособили именно к этой задаче. Он как бы легковесный и решает вот эту вот одну основную задачу. Это очень быстро показать, насколько данная товарная ниша перспективна. Собственно, запускайте кейворд в Амазоне и я обычно сразу первым действием это сортирую, чтобы оборотка была выше, где больше оборот. И первое, на что я смотрю, это есть ли продажи и является ли рынок глубоким. То есть, как много людей продают. И второе, я взгляд потом перевожу, насколько как бы РПА на цену. Ну да, мы скажем, есть достаточный плюсов, которые мы делаем. И так на пайсовке. И скажи, что на 50% все оказывается. И потом уже смотрю, собственно, а сколько отзывов вообще в этой ниши. Раз так, как вы не идете, например, с этим продуктом, здесь надо поджогнуть. Человек, знаешь, там встречи в последний раз, что они не саллили. Значит, мы востребуем. Но рынок при этом не очень глубокий. Ну, надо смотреть, сколько 70% тамара. Вот. В принципе, мне эта ниша очень интересна. И что я делаю дальше? В принципе, тут имеет смысл уже подходить по листам по всем и посмотреть комплектации какие-то. После чего вы уже идете на Либабу и ищете поставщиков и спрашиваете у них за вот такую комплектацию, сколько они хотят, сколько это будет строить. Ну, это вот касаемо именно футейских людей, которые вы нашли. Но, как я говорил, это только вход. Это наша первая идея, это вход в какой-то дальнейший ресурс. И что обычно я делаю дальше? Если эти люди делают 120 продаж, там 95 отзывов у них, и такой колоссальный РПР, и оборотка 115 тысяч, ну, я делаю предположение, что люди понимают, что они делают. И чтобы проверить это, давайте просто зайдем уже в продавца и посмотрим, зайдем в storefront продавца и посмотрим, а что этот человек продает еще. То есть явно человек понимает, что делает. И ваша задача – это просто зайти в storefront и запустить наш омскол и посмотреть, что мы у него с другими товарами. Ну, вот это какой-то не очень хороший пример, потому что все они не подгрузились. Давайте просто какой-то другой примерчик найдем. Вот, например, вот этого. Ну, как бы подгрузились, он просто там ничего не продает. А, подгрузили? Он ничего не продает. Там FBM все товары. То есть у него все эти товары FBM странные продавец. Ну, понятно. Так, ну, давайте посмотрим вот этого парня. Опять же, заходим в его storefront. Так, а у него, кстати, один товар вообще. Он не заморачивается. Очень интересно, да? У него тоже, то есть у него 15 отзывов на продавца. Селар хитбэк. Да, ну, то есть какие-то новые такие продавцы. У него новые, неплохо для новых они продают там, правда? Ну, ну да. Ну, при этом... Что-то подозрительное там такое. Ну, кстати, возможно, да. Смотри, 4 total rating. 4. О, ну вот. Это уже не FBM, вот. Кстати, хороший, кажется, пример будет. Так что я хотел продемонстрировать. Он совсем недавно продается. Совсем недавно. У него селар фидбэк 4 всего. То есть... Да, это FBA. Это FBA, это не дропшитер. Поэтому он недавно спустился, но сразу большое количество товаров. Ну, вот смотрите, этот человек, он неплохо зарабатывает вот на этом продукте, который мы нашли из сканера. И вы как бы заходите в его storefront и вы смотрите, а что он еще продает. И вот он продает какую-то вот игрушку, какой-то крокодил деревянный, какой-то вот тулбокс деревянный, да. И опять же, вы можете зайти теперь в этого крокодила, найти его вот этот главный кейворд. Wooden push and pull toy. Вот, опять забить его на Амазоне. И опять же, запустить там склоп и посмотреть, что происходит в этой товарной нише. И, возможно, вам интересно будет так же и с другими товарами сделать. Ну, потому что человек, я понимаю, что делает. Вон у него везде зеленый рпр, малое количество отзывов. И смотрите, его storefront, видите, эту цифру, это подгружается именно на продавца. Вот конкретно на все его товары на этой странице. Он делает почти 30 тысяч оборотов. Вот, ты считай, если он работает там с маржой 20% хотя бы, вот сколько он зарабатывает. 6 тысяч получается. Ну, не так плохо. Если участие, то он выкатил там раз, два, три, четыре, пять абсолютно неконкурентных товаров. То есть, посмотрите, 3, 5, 6, 16 отзывов. Это точно, да. Да. А основные продажи, обратите внимание, у него вообще с одного товара. То есть, если по 80-20 работать, то вам не надо вот это запускать, один вот это достаточно. И возвращаясь вот сюда вот, вы это все проделываете со всеми продавцами. И вы заходите как бы, ну, в каждый такой интересный продукт этого продавца. И вот таким вот образом, собственно, мы и ищем сами свои какие-то новые товары. Ну, помимо того, что можно в storefront зайти, можно зайти на сам этот листинг и посмотреть вот в эти секции на листинге. Это Frequently Bought Together и также, что люди еще смотрят помимо вот этого товара. Вот. Ну, вот, собственно, буквально за какое-то недлинное время, короткий промежуток, вот уже есть о чем подумать, что записать в их стиле и так далее. Ну, да, этот товар выглядит перспективно. Да. Но я какие-то еще подготовил, которые из того же поиска выдал, из тех же фильтров. Вот, например, вот эти все надувные игрушки. Это очень хорошая ниша летняя, но там единственное, как бы, нужно очень качественные товары выкатывать. Но на этих надувных игрушках делаются колоссальные деньги. Вот, например, товарчик тоже из того же фильтра. Это такой, как это называется, tactical best kit для nerf-дартсов. Это разгрозка была. Пропало видео, мне кажется, у тебя. Ну, в моем экране. У тебя там черствы нормально работает? Само дает. Да, у меня тоже не видно. Ну, в какой-то момент просто отводилось. Ну, что, да, я на скрин еще раз делаю. Ну, ладно, в принципе, я рассказал, что хотел. Ну, давай ставь теперь вопросы, ответы. Ну, да, 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 к вопросам можно перейти. В принципе, да, к частности уже, что непонятно было. Запись в любом случае будет. Так что, какие там, после того, как, я думаю, ответим, дальше вопросы по программе. Ну, и надеюсь, это самое, что в любом случае, я думаю, не последний лайф. Однозначно, однозначно нет. Первый, что-то у нас прям, у меня какой-то безумный вечер. Вообще, видишь, как вот завалили меня всем этими делами. Так. Посмотрим. Да. Ну, собственно, что? Сэкси, включи видео, Сергей, тебя не видно. А у меня что-то что-то. Я тоже. Запорвалось. Видео слева, в угол. Сейчас вы видно? Экран видео стал, да. А, ну, круто. Тогда, ну, давай я расскажу до конца, что я там начал. Это, в принципе, я хотел перейти, ну, к этим подарочным вариантам. Самую, ну, такую интересную тему там мне рассказали. Вот на примере просто покажу. Находим какую-то идею, возьмем, опять же, проложим вот это. Какое там ключевое слово было. Вот оно, ключевое слово. И как узнать вообще тренды? Это заходите в Google Тренды и просто вбиваете основное, ключевое слово какого-то товара вот в этих трендах. Кстати, вот, например, в этом примере нам тренды ничего не выдали, просто это, видимо, не основное ключевое слово. И поэтому есть второй инструмент, это Keyword Planner классический. И в него следует вбить и просто посмотреть, какие он вам предложит, ну, синонимы этого товара. Ну, наш Keyword Planner подтормаживает. Ну, вот, например, какой-то он предложил Magnet Tiles, Magnet Tiles, ну, вот, кажется, Magnet Tiles будет такой правильный поиск от Keyword Planner от 1000 до 10 тысяч. Слушай, и что вы делаете? Вы просто вбиваете это в Google Тренды и вы просто смотрите, какие тренды на Новый год присутствуют или не присутствуют. То есть, допустим, вбили мы этот Keyword и обслитровали на 5 лет, как этот ключевик говорит последние 5 лет. Ну, и, собственно, смотрите, видите, тренды какие-то есть. И они приходятся как раз на праздники. И вот данный товар, ну, как видите, имеет смысл запускать на праздники. Помимо вот этих трендов, на что еще надо обращать внимание? Надо обращать внимание, что на цену продажи, естественно, смотря сколько вы хотите минимально делать с одной продажи. И поэтому мы рекомендуем там от 20 минимум долларов. Ну, у каждого человека, кто обращает, у него свой подход, в принципе, мы обычно рекомендуем 25-30. Это минимальная ценовая категория. Но в этих трендах очень важно еще посмотреть, чтобы товар продавался круглый год, а не только на Новый год. Если у него продаж нету, там, летом, весной, то лучше не надо запускать этот товар. Вы можете слишком много сток купить, а потом год будете сидеть с этим стоком и не знать, что делать. Поэтому вот на этот момент обращать внимание. Еще обращать внимание надо, что оверал, как бы вот этот тренд, он вверх идет, то есть постепенно трендится вверх. Вот, видите, тут больше, чем в прошлом году, тут больше, чем в прошлом году. Если оверал был такой падающий тренд, то, наверное, тоже стоит избегать этого товара. Ну вот, это то, что касается подарочных, собственно, товаров. И таким вот достаточно несложным способом через Google тренды можно найти, ну, можно найти. Мы нашли за последние пару месяцев. У меня вот два вопроса из последнего. Я как раз давно еще хотел спросить. Первый момент, я смотрел все время поиск Google AdWords. Ну, и как это называется, многие пользуются именно сервисами, которые относятся ближе к мерчингворду, ближе к Амазону. А у вас все-таки больше, я так понимаю, привычка, наверное, с Google работать. Не, не привычка, Денис, а значит, смотри, я интересовался этим вопросом. Я пытался общаться с субпортом MentionedWorks, чтобы, ну, просто узнать, откуда они берут свои данные. Ну, он не желал эквакуум и получил ответ. И, в принципе, из каких-то форумов на англоязычном языке я пришел к выводу, что они берут свои данные из киворд-планера и умножают какой-то коэффициент. И, ну, вот это мой личный выбор был, мое мнение, в принципе. Да, еще тоже добавлю, что определенный ресурс привел к тому, что Амазон, в принципе, у него нет никакого API, который бы выдавал их объем поиска. Ну, вот абсолютно нет. То есть, реально взять из Амазона эти данные невозможно. Он их не выдает. А как их санцентра оценить, тоже нереально не представляю. Поэтому, ну, нет объяснения, как они эти данные берут, вызывает много сомнений. Поэтому мы не доверяем их данным. Да, но мы, как техноарий, программисты, бывшие, как бы на такие детали очень сильно обращаем внимание. Если почитать документацию, которая есть на их сайте, грубо говоря, они пишут наши внутренние алгоритмы, которые мы не раскрываем. Ну, я не верю. Ну, вот, ну, собственно, вроде мы все рассказали. Можно еще рассказать про какие-то такие базовые вещи, про праздники. Типа, как вообще вести себя на праздники, какие действия надо предпринять, чтобы, ну, как бы, срабить денег на праздники. Если время, можно посвятить этому, а можно просто перейти на сессию вопросов-ответов. Как, если они есть. Да. Ну, сейчас народ пока, да, у нас вникает. Тут просто комментарии. Пока вникает, можем просто про праздники тогда сказать пару фишечек. Ну, вот, потому что в прошлом году мы на праздники вообще неплохо так обернули, плохо заработали. И вот заметили, что вот на праздники всегда, особенно где-то в конце ноября, увеличение цены там на процентов 20-30 стабильно нужно делать. Нужно увеличивать свою цену, потому что, в принципе, там люди все равно как бешеные будут все скупать. В каком моменте это начинается примерно? Ну, вот, я думаю, что где-то в середине ноября, то есть уже, вот перед первым, вот, перед Black Friday однозначно, перед Cyber Monday поднимается цена на процентов 20-30. Потому что, если ее не поднять, там, в общем, быстрый срок могут раскупить и раскупить по более дешевой цене, чем могли бы. В эти основные дни я вам вообще рекомендую, как бы, сидеть, держать руку на пульсе, и если посмотреть, что вы очень быстро распродаете, просто повышать цену значительно. Ну, то есть, там, за один день, я помню, помнишь, Виталий, сколько у нас там-то один день? Очень высокий. Больше тысячи продаж. Да, да, нашего основного продукта. Тысяча с чем-то. И там, ну, какие-то невероятные цифры были за один день. И если бы мы, ну, знали это, мы бы не спали бы, а повысили цену где-то, когда там в Америке, вот, день. Ну, да, да, да. Ну, то есть, это глупо было идти спать, невыгодно, неплохово. И мы, ну, распродали, стоп. Два таких серьезных вопроса у меня есть. Первый вопрос, вот, все равно касающийся сезонных товаров. Вот я вижу по сезонным товарам, не бывает ни сезонных товаров абсолютно, ну, то есть, 8 месяцев в году товар продается, 9 месяцев в году. Вот, но что там, 12 месяцев в году, ну, может быть, какие-то расходники, ну, такие. Чаще всего обычные товары, это 8-9 месяцев в году продаются. У продуктов питания, да, у любых есть спады и подъемы, а все не любят и все говорят о том, что сезонными товарами торговать не айс. Но по продажам, получается, если так проанализировать, за короткий период времени просто можно снять этот оборот. Ну, то есть, например, сезонный товар, когда? Середина марта до середины сентября, как по погоде. То есть, ну, возьмем даже апрель, май, июнь, июль, август, это 5 месяцев в году. 5-6 месяцев в году гарантированно бешеных продаж. То есть, возьмем любые, связанные там с водой, с отдыхом и так далее, летние товары. Зима, я думаю, снег и так далее. Почему все время все об этом говорят, что надо брать товар постоянного спроса, постоянного спроса, когда можно просто за полгода это все снять? Да, не знаю, логично. Нет, я полностью согласен. Нет, в какой-то момент у нас тоже было об этом речь, что сезонность это такой негативный фактор. Там и конкуренция, там меньше отзывов, там меньше всего. То есть, куда и реальные люди не хотят идти. Опыт, конечно, да, он дорого будет стоить, но если ты наловчишься, поймешь, как с этим работать. Из-за этого я вот многих слушаю, все время этот разговор, а мне все время все руки чешутся, контейнер какой-нибудь взять к лету, в январе его отправить морем, чтобы он к концу марта приехал, спокойно поторговать, как вот как раз, Новый год. Тут то же самое летом. Там, я не знаю, куча товаров, которые просто посмотришь, они по 100 штук продают по вашей программе, по 100 штук продают, и 4 отзывы у человека. То есть, он явно его привез там, явно сейчас продал, и все. Ну, то есть, в принципе, тоже такие идеи есть, да, я так понимаю? Тут, Денис, я могу добавить такой лайфхак. Вот мы-то данные обновим уже, и эти товары зимой будут продаваться, ну, 5-10 единиц. Поэтому, если вы собираетесь выкатить вот летом, анализировать надо этим летом, что вы будете продавать следующим летом. Ну, конечно, конечно, для этого я веду, у меня есть такая статистика, таблица вот этих товаров, и я каждый месяц, то есть, я себе выложу, выкладываю, то есть, у меня где-то сейчас 800-900 запросов. Я просто иду статически каждый месяц, чтобы смотреть, но я уже рассказывал, как раз мы вот обменивались по этой ситуации. Я могу вам показать по вашей программе, где такие товары в декабре продажи хуже, чем в январе. Прям реально я вам дам, вот поскольку я прям прохожу, там куча-куча, то есть, у меня по группам разбит, естественно. Ну, это просто парадокс, такого не может быть. Ну, вот так вот. Я не ошибался. Детские товары. Не важно любые товары. Я тебе вот прям зайдешь, я тебе, я веду статистику, то есть, я считаю, это ЭВТУЛКИ, только в ручном режиме. То есть, мне, когда, у меня, когда я начинал, я как бы всюду, математика, статистика, я не программист. Но мне было интересно, что продаете, в принципе, на Амазоне. Я собирал статистику муторную, я взял руками все, карты департамент, карты бестселлер, карты там через вот это eBay, то есть, искал все запросы. И со временем, вот сейчас у меня накопилось примерно, ну, 900 чистых таких запросов, таких достаточно точечно. Вот. И вот круче товаров, которые связаны с сезонностью именно, то есть, к Новым годам, не показывают. А не показывает он, я могу сказать, почему. Потому что, вот как я тебе и говорю, вот до приедного момента, и потом Амзоскоп боится такой чем-то. Какие-то эти 300 продаж, 200 продаж. У вас сейчас программу возьмешь, все товары показывают, ну, наконец-то вы хотя бы от 100, там, 10 поднялись, там, во сколько так. Ограничение было какое-то прям? Раз, и все, и никто не поднимает. Сейчас уже смотрю, 130, 140, уже поинтереснее. Ну, реально, продажи еще больше бывают в среднем. Вот. Вот я могу тебе просто сказать, вот в этом году мы статическую ведем, то есть, мы прямо ведем, каждый, интересно этот Новый год как пройдет. Прям, я не знаю, той кицы там, например, запрос. Прям заходим, и вот первая страница средней продажи. Я заношу, там, ну, где-то мы это делаем в конец месяца. То есть, вот такой вот парадокс. Это я вот, честно могу сказать, у меня такая… Да, интересное наблюдение. Интересно, да. Вот мы вот это вот делаем, то есть, я тогда делал выводы, наверное, я думал, наверное, продажи в среднем получается. И первая, и вторая, и третья, и четвертая. Я что, в первую страницу статистику веду? А вполне возможно, она просто уходит, эта статистика, например, не до второй, до третьей страницы, а, например, до десятой страницы. Ну, как, например, Backpack под сентябрь. Там я 15 листов крутил, и я не мог найти конца просто, когда продаж закончен. То есть, как продается там по 50 в среднем, так и продается. То есть, такой вот момент, он такой вот… Вэр, насколько точно относится к программам, чем вот, то есть, насколько им верить, тогда вот можно варьировать и выбирать вот эти вот продукты, потому что действительно очень сложно. Есть вот с этим… Ну, я могу тебе показать просто, вот покажу тебе свою таблицу, потому что, ну, кроме как детские игрушки, там, я круче такого товара новогоднего, не знаю. И, кстати, насколько пропорционально вот изменение объема продаж, связанное, например, с там, Common Kit'ом и Baby Toys, например, там, или какие-то подарочные гифты, там, какие-то подарки и так далее. В два раза, в три раза, или все продается пропорционально больше? Не, не, конечно, зависит от категории, однозначно. То есть, вот, то есть, нет, это категория, которая гораздо впереди, чем все остальные на празднике. Ну, факт, детские игрушки продаются лучше всего. Ну, вот, по вашей программе Скопу зайдем, там, завтра, например, ради интереса. Я тебе покажу, блин, я статистику вот эту веду, и я вот так смотрю, блин, я не понимаю, почему так. Потому что, ну, естественно, все правильно, ты ищешь. Не, ну, мы не всегда можем объяснить. Да, да, ну, это интересно. Ну, я могу просто сказать, для общего развития, просто интересно посмотреть. Да, да. Там ноябрь или январь, по-моему, больше, чем декабрь. Но, в любом случае, достаточно ровно все идет. То есть, нет такого всплеска, как нам обещают все и рассказывают об этом. Хотя, реально, под Новый год многие сливают свои товары, действительно. Ну, да, ну, там, видимо, выбросы все же какие-то. И попадешь ли ты на какой-то выброс или не попадешь? Понятно, может быть. Со своим товаром. Ну, видимо, так. Ну, судя по твоим словам. Ну, вот я и говорю, у меня такое наблюдение. К тому же, ну, те же детские игрушки, они могут в других категориях тоже находиться. То есть, не обязательно в то, если в Home and Kitchen очень большой... Я по All-Department иду. То есть, я запрос забиваю, а All-Department стараюсь. То есть, как бы этот... Так, и более еще важный вопрос. То есть, такие уже специфические вопросы пошли. И у меня, честно могу сказать, абсолютно согласен. У нас есть, вот у меня, больные места. Там, я не знаю, у вас есть выходы, решение этих проблем. Это, естественно, торговые марки, патенты и сертификаты. Я вот на данный момент сегодня утилизировал там 500-600 своих этих Eclipse Glasses. Но это ладно. Там это такой, как сказать, шоковый товар. Непонятно вообще, зачем он нужен. И непонятно, насколько так его жестко с ним поступили. То есть, я не успел в топы выйти, Amazon Choice получить. У меня собачка ко мне прилетела. То есть, я там только продвинул, только начал капусту снимать. И меня, значит, убили. А те люди, которые за мной шли, намного это самое, ниже, они как раз выжили, успели остатки слить. Но сейчас эти по остаткам письма приходят, что там, типа, Amazon... Телефанды. Да, нет, Amazon пишет всем покупателям, чтобы они делали возвраты. И мне покупатель один до меня докопался, уже неделю с ним переписывал. А насколько у вас правильно? А как вам можно доверять? А дайте мне адрес производителя, чтобы я им написал. Ну, какой это вообще там, я не знаю, чем он там занимается. Глаза, я не знаю, я через стекло проверял, там, затемненный отец за работу приносил, какой-то зеленый или черный, не помню. И нормально. Ну да, от бутылки. Да, я не знаю, что они там собрали, смотрели. Я просто и тогда не понимал, и сейчас не понимаю. Но вот сегодня я реально просто уже запарился, чтобы мне это внимание не отвлекать все время. Просто утилизировал, у меня там полсклада как раз осталось, полсклада и утилизировал. И часть уже назад вернулся. Ну вот, из-за этого, вот что сделать? Какие у вас вот планы, на какой стадии? Вот вы вот отобрали товар. Я отобрал товар, я отбираю товар, могу сказать, последний мой критерий, все вот это вот взяв, все там, все таблицы, все остальное, это маржа. Если маржа меня устраивает, в конечном итоге, я предполагаю гипотетически, что ниша достаточно пустая. Чем маржей запас больше, тем, соответственно, мне кажется, конкуренция там ниже. Вот. Но в любом случае, после этого, вот мы принимаем решение. Сегодня, например, у меня такой товар есть. Смокдетектор. Я понимаю, что это пожарная безопасность, я понимаю, что там Амазон торгует. Но я не понимаю, торговать можно или нет. Понятно, что можно в супер пять раз написать и получить пять совершенно разных ответств. Некогда поступить. Вот, то есть вот выбрали на товар, может быть, что-то подскажете, будет, думаю, интересно. Ну, я могу рассказать про то, как мы поступаем. Но мы самостоятельно ищем и у поставщиков, спрашиваем и докапываемся до истины у поставщиков. И самостоятельный поиск, он тоже обычно к чему-то приводит, поступает ли нет. Это вот первый превентивный инструмент. А второй превентивный инструмент – это тестовая партия. Не заказываем сразу в сомнительном товаре тысячу единиц. Не стоит он того, чтобы не потерять этот сток в тысячу единиц. И буквально неделю назад я тоже утилизировал всю тестовую партию и до 100 кг единиц. И за последние полгода, ну, были такие, да, товары. Ну, тестовую партию не жалко. Виталий. Да, ну, то есть, все же были такие товары, которые в какой-то момент Amazon просто прикрывал. Причем, которые шли очень хорошо. Ну, да, да. Так и есть. И просто уже на опыте вот этом вот неприятном пришло такое понимание, что мы, вот, когда видим товар, непонятно, какая у него ценность вообще в долгосрочной перспективе для человека, если мы этого не видим. Например, те же спиннеры. Это вот та же самая структура, мы долго не спрашивали, но вот уже такой опыт на уровне интуиции кричал, что-то там не так, это вот будет так и потом так. И мы решили это не запускать. И вот мы как раз увидели, когда вот там бум пошел, тренд сразу резко вниз снили. Ну, это к трендам. Фундаментальным товарам мы поняли, что... Это к товарам, которые какую-то ценность сомнительную несут вообще для пользователя. Нет, это понятно. Ну, сейчас тренд. Но много же товаров, понимаешь, фундаментально понятна ценность товара. Я тоже согласен, что интересно и торговать товаром, который приносит реальную ценность, который имеет смысл, и его мы понимаем. А лучше еще он улучшенный, правильно, новая модель с какими-то полезными качествами. Но проблема в другом. Это потому, что очки бы вот просто уже под эту категорию не попали. А я с очками, у меня другая. У меня была тема, знаешь, какая по очкам? Тема была такая. Жесткая конкуренция, бешеные продажи, смогу я продавить его или нет? То есть у меня такой, знаешь, спортивный интерес. Да, чисто. Потому что там вложение копеечное. Вложение копеечное. Не смогу ли я быстро? Я, знаешь, так, мне получилось с ними. Я вполне возможно бы и не зашел туда. Получилось так. Я, как обычно, ну, ресерс сделал, опять же, отобрал, думаю, хорошо. Захожу в нишу, Alibaba, Supply, Trade & Show, Goal Supply, всем закинул продавцам. Мне в течение часа приходит ответ от одного. Я говорю, ну, да, мне интересно. Они мне отвечают. Вот такая цена. Я говорю, да, интересно, хорошо. Он говорит, хотите, мы вам образец отправим? Я говорю, да, хочу. На следующее утро мне уже образец пришел. На следующий день? На следующий день уже образец. Но мне в Китае. Я вообще в руки никогда бросил не делал. В Китае мои посредники принимают товар, говорят, отличное качество, все хорошо. Я говорю, ну, все нормально. Они мне говорят, ну, давайте заказывайте. Я говорю, да не вопрос. За один день, короче, за сутки я заказал товар, за неделю сделали. Я приехал, пластиковых очков практически не было, когда я заказывал. Я приехал, получается, через две недели, я был в такой ощущении уже последним. То есть уже вообще все было забито просто этими пластиками, вообще все. Я приехал абсолютно с такими же очками. Мне было интересно уже. И в тот момент было интересно, что будет после 21 августа. Вот мне интересно, я взял статистику до этого, когда я принимал решение. Значит, там были пластиковые очки черные. У них бестселлер в Туле были 500 с августа того года. У них же нет затмения целый год. С августа того был бестселлер, я через Кипу смотрел, 500. У других, вот эти вот Луна, по-моему, или типа этих бумажных, бестселлер не падал ниже, не поднимался выше 2-3 тысяч. Вообще, по-моему, год или два они уже. Мне стало совсем интересно. Думаю, ну какой-то непонятный товар, и что с ним будет дальше? Вот. Когда я уже пришел туда, естественно, я столкнулся с такой ситуацией, что у меня абсолютно одинаковые очки, как и у всех остальных. Никакого конкурентного преимущества нет. Ничего нет. И есть люди, которые торгуют не тремя шкулками, а четырьмя дешевле меня. То есть, я так думаю, ну прикольно. Вот. Сейчас рубанемся. Вот как вы как раз сказали про стратегию, это у меня как бы последний был вопрос. Стратегия продвижения ваш. Мне было бы интересно. Я могу рассказать свое? Можете рассказать свое. Вот. Я думаю, смогу я их сломать или нет? Ну, своими вот этими раздачами всем идем. Ничего, с 75-й раздачей я прекратил раздачу делать. А мой ученик после меня пошел. Он дождался всего 15 штук, но у него была другая, ну, такая, единичная такая модель, не как у других. Он, вот, у него рекорд был 306 продаж за сутки. 200 сначала он мне хвалился 200, потом 300, 2 или 306. Вот. Это круто. Да, да. Но я закончил, меня забанили на 12-й, по-моему, день. То есть, я только как вылетел, и походу у меня прям сразу в башке кувалды. То есть, у меня 62 продажи было за 12 дней, по-моему, или 13, что-то такое. Вот. Там реально хорошие продажи были. Но, вот. Да, я видел там сумасшедшие продажи. Сумасшедшие, да. Я сам в шоке был, честно могу сказать, потому что до этого у меня был такой товар. Это вот эти вот анголайзеры, которые линейки. Они сгорели, по-моему, меньше, чем за месяц. Ну, вот. Не видел такой товар анголайзера, такие угловые линейки? То есть, там тоже такой неплохой товар, плюс алюминиевый, но меня затормозили производители. Ну, просто тупизм полный. Потому что я хотел линейку с железными болтами обязательно, а они давали только с покрытием вот этим вот. Вот. Ну, алюминиевые линейки вообще... Ну, короче, непонятная ниша, и она прям сдохла. Вот, кстати, вот тоже пример классный. Я эту линейку воспринимал как абсолютно полезная вещь для специализированной работы. То есть, она меряет углы, и она там... Ну, просто линейка – это обычное оборудование, которое востребовано будет всегда. Ну, то есть, ниша с 100 продаж практически упала, там, я не знаю, до двух, до трех. То есть, люди все купили. То ли они такие качественные, то ли толку померить, может, и уголком там где-то. Там что-то есть, причина точно не есть какая-то, и она странная. Да, непонятно. Люди используются? Наверное, они использовали. Может, какая-то шла глобальный промоушен какой-то вне Амазона, вообще этого товара шел по Пейсбуку. Ну, знаешь, как виральный, может быть. Может быть. Или там по телевидению национальным. Может быть, но мы этого не видим, мы это уже не знаем, понимаешь. Сложно. Я вот не могу это сказать. Я телевизорах не смотрю. И у меня чисто, я цепляю мои специфики, да, поиск товаров и запуск их. Вот. Я как бы их нахожу. Я уже обжегся, вот я говорю, 3-4-5 товаров, я не запускался. Ну, вот на клик с глазом все-таки вперся. То, что спиннеры, у меня вот ученик поймал их, там, я не знаю, в декабре, в конце, в начале января. Ему он не успел реально до китайского Нового года прийти. Он привез в марте, если по тренду посмотреть, март, там, апрель, самые продаваемые месяца были. То есть, март и апрель. А в мае уже они упали. Фиджет Кью, как ни странно, он через, понятно, кикстартер поднялся, и там патент-пендинг уже висит до сих пор, и никак в патент не придется. И он там с конца августа отлично продается, и вот только в мае упал. То есть, вот эти трендовые товары, они непонятны. Как с ними работать, непонятно. Сейчас я знаю еще один товар трендовый. Вот, мне там кинули, ну, не знаю, сколько он продержится. Мне просто там, те же там спонжи, там, силиконовые, помню. Товаров таких много, непонятно их с ними работать. Но в любом случае, если мы берем, я отошел чуть от истории, если мы берем, например, первое, интересно, конечно, было послушать ваш запах, ну, хотя бы в общих чертах. И второй момент, интересно понять все-таки, ну, какой-то хотя бы пример, как вот эти вот действительно выцепить. Я не понимаю, как сертификаты выцепить. Я понимаю, у меня есть юрист, который, как вы, это торговые марки и патенты. Я ему отдаю задание, он сейчас еще делает мне нейминги. То есть, то же самое, я запарился, придумывает название, чтобы он мне проверял и говорит нет. Я ему даю, он говорит нет. Ну, сколько можно уже? Я говорю, давай, тогда ты уж сам мне там. Вот у меня ниша, мне нужно синтетическое название, достаточно, чем короче, тем лучше. И все, я готов вот там. То-то, то-то, то. Здесь понятно, но с сертификатами я вообще не понимаю. Даже там можно, понятно, как пройти более-менее. Там разделить товары, там потом переупаковать, там что-то там сделать. Но что сделать сертификатами? У вас есть кто сертификат, например, делает? Сертификата нет. Делает или ищет? Ну, например, ну ищет. Например, многие производители говорят, у нас есть сертификат, они нам дают сертификат, как я пойму. Настоящий он, не настоящий. У меня, мои очки, например, были сертификаты на бумажные очки, а не на пластиковые. Я не знаю, они у кого-то их скоммуниздили или это действительно их сертификат? Тоже непонятная история. Я подождал вот две недели, они мне обещали новый дать. Ну, естественно, это все по ушам ездит, наверное. Вот, то есть, как вы сертификаты вот эти вот собираете? Вот, мы в это время доверяли, в принципе. Мы, то есть, не нанимали никого со стороны, кто бы это проверял. Ну, вот, не было таких случаев еще у нас лично. У нас, во-первых, товары в основном не требовали сертификат. Ну, вы в детских товарах, е-мое, там же там уже море сертификатов, мне кажется. Ну, нет, зависит от товара. Понял, понял, вопрос нет. Да, сертификат нет такого. Ребята, классное предположение. Смотри, я понял. Так, а по стратегии запуска есть какая-то? Да, ну, в общем, как мы сейчас запускаем товары? Ну, во-первых, мы стараемся делать все максимально безопасно. Был негативный опыт, и стараемся все делать безопасно. То есть, запуск, в принципе, наш текущий выглядит следующим образом. Во-первых, мы стараемся не лезть в товары, в высококуренции. Потому что мы не стараемся сильно манипулировать алгоритмами Амазона. Но делаем мы следующим образом. Запускаем товар. Делаем где-то от 10 до 20 отзывов с полным выкупом. Вот этим мы занимаемся. Следующий шаг – это запускаем PPC. Держим мы ее где-то автокомпанией одну или две недели для того, чтобы вытащить оттуда соль штормы, которые имеют конверсию. Ну, вот мы сразу в Excel закидываем, фильтруем, чтобы CTR был… Ну, во-первых, чтобы была ингрессия за это время однозначно больше тысячи. И чтобы CTR был не меньше 0,7. То есть мы даже не смотрим на конверсию. Да, вот именно вот эти факторы. То есть если много ингрессий, это значит, что спрос есть на это ключевое слово. Если CTR больше 0,7, то это значит, что люди кликают реально на это, на объявление. Значит, реально интересно по этому ключевому слову видеть наш товар. Эти ключевые слова мы вытягиваем и запускаем на них компанию, чтобы их продвинуть в топ. То есть мы не стараемся сразу продвигать конкретные слова, вот эти самые главные. Мы продвигаем именно те, которые… Лонгтейлы, во-первых, вот эти типы. И у которых высокие признаки того, что мы задержимся в топе. Это за счет вот этого фильтрации CTR-производа. Того, что мы задержимся в топе, как только их рамках. Уже органично задержимся, потому что люди будут тупо сами органично, когда мы будем там висеть. Потому что наш товар подходит под это ключевое слово. Это цифры, как я сказал. И с очень там рекорд. А запуск в топ мы производим через eternal traffic. То есть у нас есть две стратегии. И мы уже давно это делаем. То есть мы поднимаем через раздачу, во-первых, бесплатную и по купонам. И через storefront superware. Мы при этом ведем людей, в основном мы используем Facebook traffic. Ведем людей на лендос, который мы специально формируем. Лендос, грубо говоря, такой сэспэч, где есть код-купон, и где человек должен имейл свой оставить. То есть мы сразу принимаем его в мейл-лист и высылаем через автоматический сэспэнс ему купон. Со ссылкой на storefront.br. То есть нечто похоже на то, что Кустов рекламировал как вихрь. Только через кепчеринг, грубо говоря, мейлов этих покупателей, чтобы они билдить вот этот мейл-лист. Не, ну у вас классика жанра просто. Это классика жанра. Там у вас совсем другое, это там манипуляции как раз, а здесь больше именно живая работа, то есть такая, которую я понимаю. Да, мы в мейл-лист вообще не пользуемся, потому что реально стрёмно. Нет, у них там стрёмная, не стрёмная тема, дело не в этом. Просто здесь классическая, то есть мы набираем рекламу правильно, отправляем их на прокладку, грубо говоря, собираем эти лиды, так скажем, и отправляем, если им понравилось, покупать. Если не понравилось, они не идут покупать, правильно? Если не понравилось, ну, нет, дело в том, что мы отдаем, как бы мы делаем раздачу по ключевым словам через Facebook. То есть они идут, они по-любому купят, они по-любому пойдут. У вас купон какой, на 99% скидка или на 100%? Да, 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 купон там типа на 99%, да, в том-то и дело. Они по-любому выкупят, выкупят они через URL, который мы делаем, Storefront, с ключевым словом, и тем самым вот эти ключевые слова из SocialToms, которые мы выделили через эту фильтрацию, в которой высокий CTR, у импрессии больше тысяч за период в две недели, тем самым эти ключевые слова достаточно быстро рамкнутся. Да, то есть их там будет, может быть, от 3-4, может, 5. Я просто, я не пользуюсь, я не пользуюсь вот этими способами, потому что достаточно людей, которые могут по органике выкупать, потому что по купонам, блин, ну они плохо работают. Вот лично, мне кажется, ощущение от покупки по купону, да, вес, значит, ну, я не знаю, в разы просто меньше, а по деньгам, по затратам такие же. Вот, стоит ли это вообще? Ну, это стоит, чтобы вот быть спокойным за то, что... Ты как бы платишь за риск, да, то есть экономишь на риски, в нашем случае мы... Ну, то есть, есть разные пути, вот конкретно сейчас мы реально переплачиваем за то, чтобы чувствовать себя более безопасно, потому что у нас уже аккаунт настолько большой, ну, то есть там просто реально есть, что терять. У нас сотрудники зависят от того, какой доход приносит бизнес. Ну, я понял, я понял. Ну, просто я говорю, вот эти купоны, они, конечно, такая вот, Амазон... Да, это... У меня они в январе месяце, когда наказали, или февраля, сняли с меня 300 отзывов с одного товара, я был в шоке просто. Просто задним числом. Я вложил туда столько денег на раздачу, получил там отзывы, получил по купонам, и продвижение тоже, конечно, значительно слабее в этом отношении. Все ясно. Это факт. Это факт. Вопросов больше нет. Ну, кстати, здесь вот эта фейсбук-схема, ее не на все же товары применяем. Очень часто бывает, когда товар, ну, не конкурентный, там достаточно, ну, как бы, 10 отзывов, реклама включил, и все. Ну, здесь я работаю с рекламой, да, потому что все работы с рекламой, у меня чуть по-другому. Вот, но в принципе, да, все понятно. Я просто, хорошо, мы автомат включили, мы отсели ключи через 2-4 недели. Следующий этап, я так понимаю, это у нас получается фразовые соответствия, потом мы срезаем эти фразы и смотрим, соответственно, уже точные соответствия. Правильно? Такая, как бы, динамика хотя бы, в общем. А оптимизация платной рекламы? Да. Да. Понял. Тогда мне самое... Ну, в начальной этапе, да. Ну, понятно. По PPC, потому что многие не знают, значит, какой CTR, это соотношение по каждой клика. Вот, на всякий случай уточню. Вы цифры какие назвали? Я и прослушал. А, когда 1006-репорт первый изначально? Да, да, ну, да, интересный CTR какой должен быть. Ты 0,7. 0,7, да. Все на днях разговаривал, мне рассказывали, полторы это круто. 0,7, короче, значит, 0,7, да. Ну, полторы это очень круто. 0,7 это такое, типа, неплохо. То есть, там, когда ты уже можешь задержаться. Тогда логика. Логика классная, то, что, значит, все-таки классные фотографии, классная цена, классное количество отзывов на нас клацают. Значит, что-то, если нас не покупают, какая логика? На нас клацнули, нас не покупают, значит, мы делаем какие-то выводы, правильно, наверное? Да, да. А какие выводы мы делаем? А какие выводы мы делаем? Да, надо что-то внутри меня. Еще раз проанализировать свой листинг. Первое действие. Проанализировать. Первое действие. У меня есть просто человек, например, сейчас прям, у которого есть увеличение значительное, постоянное увеличение количества сессий, а продажи не растут. Вот мы сидим голову ломаем. Я говорю, ну, если у тебя классно, у тебя, значит, первостепенные фотографии сработали. Ну, первая фотография твоя по-любому рабочая. Соответственно, здесь надо варьировать между, мне кажется, это цена, это может быть, может быть, немножко буллеты, но, наверное, надо поработать с внутренним. Это отзывы, какие там вопросы, какие там находятся, наверное, что-то с ними, может быть, подкорректировать. Да, вот, кстати, просто та же самая ситуация была вот недавно у одного из наших клиентов, учеников, и вот была та же самая проблема. Один в один сессии растут, CTR хороший. Ну, то есть, реально удовлетворительный. Покупок нет. Вот что делать? В чем причина? Все вроде нормально. Ну, мы начали анализировать, и вот конкретно его листинки поняли, что самая большая проблема, вот конкретно вот случай была, то, что фотографии и копирайтинг не до сил, никакой просто сути товара, то есть для чего он нужен. Вот у нас была такая ситуация, и мы поработали сразу над фотографиями, вот больше и на экшен фотографии, которые демонстрировали конкретно, как использовать товар по назначению, вот совсем элементарно. Действие получается, по большому счету, да? И второе, это мы добавили вот этих фичер фотографий, так сказать, образовательных фотографий, которые, ну, там, с текстом идут, да, то есть которые указывают конкретно на вот, вот эта штука у нас сделана из такого материала, вот эта, тебе пригодится, чтобы там сделать вот эту задачу лучше, чем остальные. Чуть-чуть текстового копирайтинга фотографий, которые по болевым точкам набьют вот этого клиента, то есть чем, какие болевые точки решает товар. И не просто на фотографиях, а еще и текстом, там, в фотках. Короче, фотографии добавили, именно чтобы вот прямо вот... Ну, там, в том листике, там проблема была, что неоднозначно понятно, что за товар, то есть, ну, вот там, если... Ну, что больше упор, текст, упор на что, на текст все-таки больше, или на фотографии? На фотографии, на фотографии, на фотографии однозначно. То есть текст меньше, значит, все-таки фотографии в первую очередь, да, принятие решения? Ну, в общем, в общем, в фотографии человек, в первую очередь, смотрит туда, и если ему нравится, только после этого он идет в текст уже глубокий глубже. Так, хорошо. А насколько влияет в лисинге вот в этом внутреннем, это первая страница отзывов и вопросов? Как вы считаете, отзывы и вопросы на первой странице? То есть человек заходит, там, может быть, плохие отзывы, может быть, какая-то такая причина будет? Не, ну да, это правда, да, отзывы, плохие отзывы, конечно, убивают конверсию, особенно если они тусуются сверху, где-то, на первой странице. Это факт. Если есть такая ситуация, то их надо стараться заменить хорошими, ну, просто разбавить настолько, чтобы это было... Вопросы насколько влияют, как вам кажется? Как мне кажется, вот, не знаю, честно. Никогда большого веса вопросам, вот, субъективно я никогда большого веса вопросам не придавал, субъективно. Статистики нет, чтобы подтвердить мои слова. Вот чисто свое личное мнение, но я никогда не уделял в своих листингах на этом конкретно какое-то отдельное внимание, не предпринимал. Ну, то есть, чтобы специально делать, да, эти вопросы, ну, никогда о таком не делал. Понятно. Вот, тогда пошли вопросы. Как вы работаете, вообще, вот, мы тут начали тему Shopify, ну, и по большому счету внешний трафик, о чем я спросил сначала, не понял, то есть, вы делаете купон, а реально нагнетаете вообще работу с Facebook, с Instagram или, может быть, уже прослойки какие-то рекламируете, то есть, чтобы именно товар, на товар гнать реальный внешний трафик. eBay тот же самый, неважно. Ну, активно, активно сейчас занимаемся вот этим вопросом, то есть, нету сейчас таких реальных историй успехов, чтобы поделиться, но в этом видим будущее и вот просто в процессе изучения все. Понял, короче, параллельно двигаемся, понял. Да. С eBay вообще, с трафиками, с дропшиперами как-нибудь взаимодействовать? По сливу товара, например. Ну, конечно, на eBay, конечно же, наши товары дублируем на eBay, и если там какие-то продажи капают, мы их фулфилим через Amazon, но там с дропшиперами не взаимодействовать, это интересная штука, ну, вот, не дошли руки еще в смысле. Понял, понял. Так, что тут. Вот, кстати, классное замечание, Артем как раз предложил, знаете, какое, скорее всего, рассчитывается на средний БСР, только перед Новым годом тот же БСР будет иметь больше продаж. Может и так. Так и есть, так и есть. И за это получается у меня что в ноябре 80, что в декабре 80, что в феврале 80. Ну, БСР, да, БСР, он, скорее всего, будет, это факт. Плавно, то есть, получается, как бы все поднимается и... Да, 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 там так оно и есть, там просто трафика становится больше. Как это нам понять, когда мы ресурс делаем, куда мне, как, как, вот я вот сижу и долблю эти товары, юмое, потому что постоянно что-то надо, надо новое. Субъективно надо стараться просто... На опыте, короче, я понял. Да, 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 и просто, там, не знаю, спроси, просто субъективно, вот товар, вот подарил бы кому-нибудь или нет на Новый год, или там на праздник. Азамат спрашивает, если вы раздаете, так понимаю, там 15-20 купонов, я вот раздаю, честно могу сказать, я закладываю 10% на верифай и не верифай от партии, от первой. Вот, он спрашивает. 10% на верифай? Да, верифай и не верифай. То есть у меня, как бы, это не значит, что я их все раздаю. То есть я морально, как бы, настроился, я их планомерно раздаю. То есть чаще всего это где-то, я раздаю 70% по статистике. Но у меня, как бы, такой бюджет заложен в математику, и из-за этого я их начинаю, я, то есть вставляю в трекер типа от The One и начинаю их, так скажем, раскидывать точечно, куда я вливаю трекер. Вот, и как раз сама спрашивает, сколько купонов раздаете при запуске? То есть у вас, может быть, тоже есть какая-то статистика, потому что по верифайу понятно, а по купону? Ну, мы в основном, тут зависит от ниши, от конкуренции в нише. Может быть 50, может быть 100. Все понял. Сложно ответить на это. По большому счету примерно те же цифры, что и у меня. Так что вот так, азамат. 50, 100, ни 5, ни 10. Да, 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 значит, там побольше. Потому что я заметил одно, ну да, в среднем. Вот, я заметил одно, что очень часто неудачные запуски исключительно из-за недофинансирования по продвижению. То есть человек просто не дожал. Вот сейчас у меня есть очень интересные товары, такие забавные, праздничные. Я так, ощущение, так расслабился после многих этих запусков хороших, таких легких достаточно. Я просто вообще забил на них, то есть у меня там из трех один выстрелил сразу, и меня в возрослые товары отправили. Вот. И сейчас мы два таких, как телепаемся там, ну, надо вот что-то долить какой-то трафик. Вот сейчас сидим, думаем, как туда залезть. Интересно просто, когда сразу на старте вот не запустился товар, ну, там продаются, там в среднем, например, в каждой позиции 5 штук в день. Вот, не 55, как там, при хорошем запуске, а 5 все на все. Вот сидишь, как раз думаешь, можно его за уши, как это самое, сам себя вытащить. Ну, опять продаж в день, если хорошо, если органично и там неплохо, то это неплохо. Это неплохо, но, понимаешь, как-то в любом случае. Я когда, так скажем, мало запусков делал, я считал вообще, на старте 10 продаж неплохо, 20 вообще отлично, 30 великолепно. Ну, после вот последних, там, я не знаю, там, почти десятых запусков, когда неплохо оказалось 50, а хорошо, когда там 80, и в аутусок вылетаешь, и думаешь, насколько цену поднять, как-то 10 продаж, 20 померкно на этом фоне. Вот, и когда народ как раз спрашивает, насколько там много, мало можно заработать, я говорю, ну, просто бери да, делай, попадешь, не попадешь, что-то, е-мое. Одним товаром можно окупить предыдущие 5 неудачных товаров. Просто. Это факт, да. Вот, и за это здесь такая очень, я не могу сказать, что очень рисковый бизнес, но высокорисковый бизнес и высокодоходный просто, вот и все. Главное, единственный момент, это насколько долгоиграющий вот этот тот же товар, который принесет, насколько у вас вот долго товары, вот эти, которые вас формят основные, держатся? Ну, честно скажу, что, наверное, лайфсайкл товара там от 7 до 12 месяцев. Понял. Потом, в принципе, уже хуже и хуже. Да, потому что начинается конкурент, и просто цена падает, да? Ну, да, приходится, да. Приходится все время новые запускать, и запускать и запускать его за счет просто больших цифр, за счет большого количества товаров, ты в какой-то момент приходишь в такое положение, когда ну и кофе. Да, согласен, все. Короче, это простой конвейер, правильно? Да, да, да. Нет такого, когда кто раз принимает бизнес на Амазоне, как, например, на какой-то товар ставку поставил, это кикстартер ближе, наверное, когда ты его там что-то сделал, такое патент сделал, и на нем там живешь. А наши вот обычные товары, и то там, его там аналогами забьют ее, и еще не факт, что будет с этими биванами. Забьют, еще потом придут, тебя же и выбьют туда, какие-либо недобросовестные скажут подделкой. Да, да, ну вот, я услышал, что хотел. Как вы считаете, насколько прикольно и важна всякая вот эта требуха с дополнительным временем, затратом, силами на упаковку, на всякие такие вот вещи? Я говорю про обычные товары, я не говорю про роликсы, я не говорю про лакшери товары, я не говорю про гифты какие-то, я говорю про, я не знаю, блин, меня убивает, когда сейчас зайдем мы на эти, как вызывать, ножницы там на кухне, китчин там, вот эти вот, там не знаю, и они все в упаковке. Это трехдолларовый товар, трехдолларовый товар, который я на Алиэкспрессе купил, и сейчас на Амазоне именно эти ножницы, то есть я трендовые ножницы, значит, я купил, там я за три доллара там купил, здесь они продают по тринадцать, но в упаковке все. Как вы к этому относитесь, мне интересно. Ну, у нас это стандарт, то есть вот есть такие стандарты запуска, и красивая дизайнерская упаковка у нас однозначно, потому что этот товар сразу выделяется на главный вход, он сразу привлекает внимание, то есть мы всегда запускаем товары с красивой новой упаковкой. Времени сколько вы тратите, время сколько вы тратите на дизайн, ищите новых производителей, завод вам делает. Вот, поэтому мы как бы, когда мы больше времени тратим на ресорч, чтобы вот окупалось то время, которое мы тратим на этот дизайн, потому что оно действительно занимает кучу времени. Короче, удорожайте. А, хорошо, тогда мне интересно цена старта, если вы такую классную упаковку делаете. Ну, вот от тестовой партии, да, то есть у нас идет все через тестовые партии. Мы запускаем такие тестовые партии, там они от 100, может до 300 в среднем единиц товара, ну, в зависимости от ниши, да, то есть мелочные товары там больше, естественно. И мы запускаем тестовую партию. Цена получается вот со всей этой кастомизации у нас от 3 до 5 тысяч от этой тестовой партии. И эта тестовая партия, она показывает, в принципе, товар стоит того, чтобы продолжить его инвестировать туда уже или нет. И если да, тогда мы уже закупаем вторую партию, там уже больше, там уже муки, рубры, цены другие, и тогда мы выходим в автосток зачастую с этой тестовой партией. По крайней мере, мы не от фронта, не сжигаем большое количество денег. Ну, понял. У нас чуть-чуть другое... Ну, ценовая категория, в которой мы действуем, вот именно, ну, 30 плюс долларов. Ну, я понял, подороже, подороже. Да. То есть сейчас мы, например, рассматриваем товары вообще, закупочная цена, там, от 30 долларов. Ну, продавать будем, там, за 80. Я с этими товарами столкнулся, просто очень тяжело их найти, на самом деле. Потому что в основном копеечные товары забивают объемы продаж, там же, в основном, на первых страницах недорогие. Там скоп, сканер, помощь. Ну, да, да, согласен. Потому что по-другому найти дорогие товары. Вот, например, в закупке 30 долларов я сто лет ни с кем не сталкивался. Ну, там, 15 диффузеры какие-нибудь, там, 20 долларов, там, ну и все. Все остальное, это, ну, какие-нибудь, там, самые навороченные ошейники для собак. Там, я не знаю, то есть, вокруг чего мы прыгаем в основном. Ну, вот, так что понятно, понятно. Легче просто продавать 4 единицы в день и 20 долларов в прибыли с единицей, чем, там, 80 единиц по доллару. Найти, найти сложно. Просто, видимо, вот так. Потому что сейчас... Ну, вот, да. У нас вот есть, нашли. Инвестиции еще, да, инвестиции еще непонятно. То есть люди, многие товары, то есть не понимают. Потому что, я могу сказать одно, упасть с 20 продаж до 10 можно, но ты все равно органику имеешь, ты все равно склады распродаж. А с 4 до 1 упасть, и непонятно, как ты товарные остатки будешь, просто очень часто есть, как или пан, или пропал. То есть я даже своими 5 продажами, я понимаю, что я все равно распродам там, не напрягаюсь. Вот. Ну, если у меня 0, и мне товар стоит 100 баксов, меня это будет напрягать. Как вот здесь поступить? Потому что у меня есть, я не... Вот эта боязнь, она есть. Надо опыт иметь, чтобы сначала на маленьких, на товарах набить руку. Ну, это реально, это реально стремно. Ну, вот нужно хорошо подходить к этапу ресорча. Ну, вот точно так. Ну, это опыт, опять. Вот хорошо как определить. Плюс опыт, естественно. То есть опыт это... Да, потому что никакой, никакой чек-лист не поможет, который вы рассказывали. Никакая таблица не поможет. Ничего не поможет. Абсолютно. То есть это вот чисто какое-то должно быть ощущение, что ли, вот этого. И опять история, куча косвенных показателей. Оно вырабатывается, оно вырабатывается, это правильно. Правда, с практикой. Да, но начинать надо с чего-то и вот... Ну да, согласен. Бизнес вообще, как бы кто ничего не делает... И на какие-то цифры все равно надо базироваться. Согласен, понял. Вот. Если не секрет, PPC на автомате, на мануале, какой бюджет закладываете? На старте. Бюджет – это от товарной ниши зависит, и у нас нет предела бюджета. То есть у нас есть какие-то именно как-то максимум по процентам. Ну, типа Акос, но только не тот Акос, который Амазон показывает, а вообще рекламный бюджет. А он, соответственно, зависит от маржи. Понял. Ну, то есть сколько реальных. Ну, я вот честно могу сказать, я закладываю, тупо вот мы заходим, а когда я все свои манипуляции сделал, я оптимизирую лисинг, это где-то 10-й день у меня, 10-й-14-й день, оптимизирую лисинг, то есть проверяю все, оптимизирую все неключевые, которые у меня не индексируют, амазон все убираю и запускаю автомат. То есть это где-то 14-й день, у меня уже там под сотню отзывов, то есть все, что можно, оптимизировал там до нельзя, а он заявил, Ваня, я везде котируюсь и так далее, я запускаю автомат. Я запускаю на 10 долларов, если ставка, например, там от 50 до полутора долларов, мы ставим прямо по мизерам, 60 центов, 50-70 максимум, и все, я про нее просто забываю. И вот у меня последние товары, которые, если они классно зацепилась органика, ну, у меня вот сейчас у человека есть до 45 продаж в день, он просто с автомата, он пытался выставлять, например, именно я тоже самое, пытались выставлять, то есть мы уже знаем слова, то есть за две недели там такие бешеные продажи, и так понятно, через какие ключи продажи идут. Мы ставим точные соответствия, и ноль вообще, ноль продаж. То есть человек 100 долларов в день сливает, например, медвюджет на эти слова, потому что он знает, там классный продаж, и ничего. Мы просто приняли решение продвигать будем по-другому эти ключи просто, чтобы в топ выйти на эту страницу, и все. А почему-то... Надо эти же ключи закинуть в другое соответствие тоже сразу, в рейсброд, и посмотреть, что там будет. Ну, мы закидывали, я говорю, почему-то вот именно мануал нам приносит просто жестокие убытки, автомат, отличный доход, и мы статистику вытаскиваем вот это Excel, и смотрим, вот через эту фразу прошло там 84 продажи там за неделю. Мы начинаем ставить, например, точное соответствие, но это логично, точное соответствие поставить при таких успешных продажах, и ничего. Два дня человек говорит, я 200 долларов выкинул, продаж там две продажи прошло. Как так? Наверное, не дождал, может, не дотянул, но вот такая вот история. Странно это звучит. Ну да, мы тоже не понимаем, когда такая статистика хорошая. Но автомат, вот я говорю, я автомат, 10 долларов ставлю, если я вижу, у меня ACO до 30%, в основном 10-30, вот в этом диапазоне прыгает, продаж в среднем до 10%. И если у меня ситуация складывается положительно, и мне просто, я с утра просыпаюсь, написано out of budget, я просто тупо его, а именно, например, написано, поднимите до 15, ну я поднимаю там до 20, да и все. То есть вот, вот вся стратегия. На начальной стадии, на первой стадии товара, то есть я не успеваю, то есть у вас в out of stock вы вылетаете с дорогими товарами от 100 до 300, а я вот от 1000 вылетаю в out of stock таким же образом. Ну, на недорогих, естественно, товаров. Ну и как-то вот, я говорю, я просто не научился, еще не понимаю, как искать, ну точно, как бы не было такой задачи, потому что не готовы, наверное, психологически на то, чтобы искать товар от 30 долларов в закупке, потому что я считаю 30 долларов в закупке, плюс считаю доставка, скорее всего, чаще всего товары не дешевые в доставке будут, то есть получается там себестоимость 30-40 долларов, если даже взять 100 штук, это уже 400, 1000 штук, 400, да, 100 штук, это уже 4000 долларов. Да, очень часто такие, кстати, товары, там невысокая маржа будет, то есть там до 20%, но конкуренции обычно там, ну ее просто нет. Да, кстати, какой маржой вы выбираете? Мне просто интересно. Ну, вообще в нашем окраске 20% в среднем, ну вообще маржа, но мы очень много на рекламу тратим, ну вот что-то меньше, что-то больше, но вот в среднем от 20 до 25 есть товары, где больше, есть товары, где меньше, ну вот в среднем так. Ну и 20% маржа, это для нас уже зеленый свет в принципе. Да, 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 это хорошо. Так, вы мне объясните, маржа, ROI, вот эти вот все вещи, на вложенный доллар это 20 центов, что ли, или это 80 центов? Ну, маржа это, ну, прибыль от оборотки, а ROI это от дачи капитала. Да, ну от дачи капитала мне более понятно. Сколько тогда ROI? А, дачи капитала, ну, 60-70%. Ну да, ну я и говорю, все понятно. Потому что я вот это вот, когда мы учитываем обороты именно связанные с Амазоном просто, вы учитываете, все ясно, здесь все понятно, здесь вот у нас. Как у вас обстоят дела вот с патентами, патентами, пендингами? Вы отрицательно сами делаете торговые марки? Как вообще, на какой стадии принимаете решение? И вообще делаете ли это? Ну, так у нас есть… Да, давай, Виталий, расскажи. Да, ну, во-первых, у нас уже в линейке нашей брендовой торговая марка есть, и мы… ну, у нас несколько брендов, и мы наши товары в основном уже под нашими брендами запускаем. У нас есть даже такие generic бренды, которые уже подходят, например, любой практически товар, который ты запускаешь. они уже имеют торговую марку, поэтому в этом плане все окей. Что касается каких-то новых запусков, то есть когда новый бренд, то торговую марку и все остальное мы делаем после того, как товар провалидировался. То есть сначала мы запускаем без торговой марки. Видим, если есть продажи, если есть перспектива, вот тогда мы запускаем этот процесс. Это, ну, для новых товаров. Так, а опыт в патентах? Что касается патентов, у нас не было еще таких товаров, которые мы бы патентовали. Копирайт – это другой вопрос. То есть это когда ты в креативе, в арте захочешь за собой товар застолбить. Но копирайт – это другой вопрос. Ну, понятно. У нас есть просто один трейдмарк, он такой, ну, типа generic, и под него… Ну, синтетика получается, да? Универсальная. Под него кладется уже просто любой товар и все. Ну, есть, у нас несколько. В основном все запуски уже под ними. Так. Вы торгуете в Америке и в Европе, я так понимаю? Да, да. Что по Европе расскажется народу очень, люди интересуются так сквозь хотя же. Ну, в Европе, я расскажу давай, но в Европе есть один большой нюанс – это НДС, их товар. И есть, кстати, которые не платят НДС. С ними очень сложно соперничать, и поэтому подбор товара для Европы, он, ну, сложнее. Если себестоимость в закупке будет больше 20% от цены продажи, в принципе, в Европе бизнес сделать очень-очень сложный. И таких товаров очень-очень мало. Поэтому в Европе, ну, вот это есть особенность, и нужно просто осознавать это и заранее искать товары и сразу отбрасывать те, которые, ну, тупо дорогие в закупке. Но мы ждем, когда Амазон выкинет всех китайцев, которые не платят НДС. Я уверен, это случится, ну, вот-вот. Это случится. Это случится. Они над этим работают очень смысленно. И как только это случится, мы тут, в общем... Не знаю насчет вот-вот, конечно. Будем надеяться. Как я вижу, просто ситуация складывается. Они один, ну, один магазин, я понимаю, что все сложнее и сложнее там зарегистрировать магазины, но будут их скупать старые, я не знаю. То есть я так понимаю, они с магазина на магазин прыгают, 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 да? И все равно не платят. То есть вот эти сервины схемы... Они, мне кажется, сейчас не платят тупо, потому что их никто не трогает. Да, они не прыгают, их никто вообще не трогает. И они сидят там со своими тысячами даже отзывами из европейки продают, их никто не трогает. Но это временно. Потому что налоговые стран, они давят на Амазон, и Амазон рано или поздно начинает давать. И, ну вот, все время что-то новое появляется в этом направлении. То есть, ну, все время появляется. И мы видим, мы все по-белому делаем. То есть у нас есть НДС в ряде стран. И мы все, как бы платим. И это неприятные дни, когда надо послать такие суммы за НДС. Ну, вот. НДС в целом по Европе ниже, чем США. Понятно. Но конкуренция при этом ниже, но и продажи ниже. Ну, сложно сказать. Тут очень просто запуск. Тут не надо там даже на отзывы заморачивать. Можно просто там включить. Зачастую. Да, не всегда. Сейчас уже меняется ситуация. Да, уже. Но можно так не прокатывать. Ну, короче, конкуренция растет, цена входа растет. Это как сегодня у нас объявление очередное по поводу неверифайлера. У нас есть отзывы, что вчера или позавчера Amazon в очередной раз там все эти фроды и все остальное там переделал. Ну, просто, как я с некоторыми людьми общался, по-моему, за последний год если текущие, например, брать, изменение произошло столько слов за все время на Амазоне. То есть я не знаю, что они там в Америке творят просто. То есть я раньше вообще не воспринимал, как так, туда и сюда. Но реально столько изменений. То есть мы еле-еле справляемся с своими обязательствами просто, потому что Amazon меняет. просто раз в неделю сейчас на данный момент у них даже фильтры разные стоят то есть каждый день раз то есть они тестируют какие лучше фильтры работать столь мне вообще не понимать что делать то есть мы закладываем например объем вот этих не верифайлогов чтобы все сделалось по пункте просто выпадает или еще ничего не работает начинаешь вот это то есть индусов они задушили в конце апреля принципе полностью но есть вот люди сейчас вот я несколько товара взял на один то есть из десяти например ключей не продвинулась три всего на все вот но это не дело просто это людям голову морочит я естественно по деньгам все всегда компенсирую но как бы не было то есть принципе тактики продвижения именно просто ключи практически нет на самом деле для нормальных продавцов это намного лучше чем раньше раньше был просто бардак то есть если действительно ты профессионалы понимаешь как работать на амазоне тебе не надо ничего это вообще темно нормальный листинг нормальных фотографий нормальная цена входа ну то есть правильно выбранный товар правильно ресерс и все дела но не как-никак да не индусы когда я вам да мне очень все равно я там в топ и выйду у меня там и нормально будет то есть вот и ко мне люди реально обращались им вообще никто не нужен сорви голова пришел все продвинул все несколько и у многих реально так и работает те же спиннеры кучи народу запустились еще постоянно а потом тут волосы на вырвали как им продвинуться в топ и вот сейчас успокоились и в принципе все натренировались то сказать ситуация поменялась и другие варианты наши вот и мы вот по не верифай такая ситуация приспособимся все равно все это работать будет просто с осложнением так сказать серьезно так какие еще у нас вопросы никаких вопрос не что сегодня вообще какой кошмар я за всех один то ладно ладно еще потом проведем будет вопрос может да однозначно однозначно в любом случае я с удовольствием всегда и сама приглашаю так что это взаимно очень интересно было поболтать несколько накладок мне под безумный вечер сегодня опоздал эту пену кучу людей и все остальное извиняюсь конечно так так вопрос еще есть у нас много вопросов обсудили да надо переварить согласен вот что у нас расскажи мне тогда поскольку вот по этим . мы как раз тобой говорили по этому вопросу как работает вот типа программа андоскопов грамотном понимании потому что я это примерно представляю но хотелось бы от вас непосредственно как скопа сергей ответит по точкам он будет да давай я отвечу в общем вообще интересует принцип работы как то есть откуда данные берем такой же вопрос правильно да вообще в принципе да как работает принцип эта программа чтобы понимать изнутри насколько она правильно неправильно то есть вот это вот на но идея такая что в зоне есть грубо говоря вот эта дырка метод 999 чтобы смотреть остатки на складе и когда мы применяем вот этот метод вы видите что вот у этого продавца вы имеете на складе допустим 800 единиц применяем сегодня применяем завтра не завтра это например 780 единиц и разница у нас 20 единиц значит что за этот день мы продали 20 единиц вот это первая колонка в excel файле к примеру вторая колонка это бср берется бср в момент вот тогда же когда снимается вот этот второй день и у нас получается две колонки первое это количество продаж за день и второе это бср и потом собирается очень большое количество таких вот точек и на основе вот этих данных строится с помощью регистрационного анализа такая линия тренда усредняющие и вот эти предсказания амскол когда вы вбиваете например ну какой-то то нам в программу летит бср текущий а программа да и категория а она возвращает сколько вот по этой линии тренда современщики было продаж в этой категории короче когда я делал вот эту тему я поднимал материалы с третьего курса университета с тетрадкой сидел так а вот тут так и так так тогда вопрос такой я так понимаю качество информация будет значение иметь от количества этих точек то есть у разных программ мы понимаем что есть на рынке другие программы которые то есть наверное там в каждой категории должно быть какое-то количество точек правильно то есть выборку которые вы делаете чем больше конечно то есть вы там постепенно увеличиваете количество этих точек там или оставляете прежний точек как вы стараетесь увеличить улучшить качество программы я смотрю сегодня у нас появилась новая новинка там вам за сход вечера придача это да да там там вот выкатили недавно апдейт трекер я так смотрю какой там ну да я демонстрировал да как он работает но грубо говоря это вот тот самый трекер амскоп не не выдает результатов как по какому-то пару потому что амазон не выдает бср 10 категории после можно нажать кнопку этот трекер он добавит трекер который будет просто вот каждый день через метод верить считывать сколько на складе осталось строить границу таким образом просто можно следить за определенным конкурентом но это фактически данные то есть даже если ну вот и происходит анализ какой-то ниши например то конкурентов в трекер стоит забить чтобы получить их фактически не прогноз который дает амскоп 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 как бы ну дает приблизительные данные то он может и в большую и меньшую сторону ошибаться в принципе на не знаю процентов 20-30 потому что ну это такая средняя линия да кстати мы у нас же мы забыли сказать о том что все программы делают средний продаж то есть продажи за месяц а вы сделали просто то же самое только за последние 30 дней то есть надо понимать что сегодняшние эти продажи это просто взятые 30 продаж 30 дней правильно как это я поправлю тут как раз наоборот все программы они делают на день а мы просто на день делаем видишь тут суть тут у нас есть а первая колонка это количество продаж в день в месяц в день а как же тогда объяснить как раз я пример делал я как раз вот этим свои в свою таблицу заполняем например 24 и там 20 декабря были такие же продать примерно как 27 но ну бсар оставался на одном уровне понял это как раз из той серии что у меня средний продаж одинаково да интересно так ну вот в принципе вот так работает там скоб понял так теперь наверное народ если с ним тоже нужно ну добавить еще одну штуку потому что с тополеном считается на основе 30 последних дней раз в месяц а это да 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 и поэтому ну то есть то может быть это выбросы например при раздачах то есть он может может или вообще если на самом амазоне сильно меняется климат например а блин он был решен неделю назад то если резко меняется климат там данные могут отличаться за счет того что блин он был просчитан на основе 30 дней а сейчас там black friday и все вообще иначе он не пересчитался еще не успел пересчитаться на основе вот эти данные и поэтому ну это аномалии это и социальные когда что-то там происходит много занятий ну то есть как вот сейчас праздники будут и вот мы тоже думаем как вот с праздниками поступать как как считать в прошлом году мы там почти что не игнорировали праздники потому что ну толку нету ты посчитаешь праздники покажешь средние высокие продажи а уже их нет да народ очень много ошибок сделал при ресурсе в январе и потом летом торгуют товарами которые после нового года или в новый год хорошо продавали да да но вот тут проблемы можно решать просто более часть пересчетом от полинома но тогда нужно просто ну тогда у нас просто либо мысль у нас просто времени хватит мы можем больше сканировать товаров за более короткий промежуток времени но это сильно точности не добавит ну короче да не стоит принимать финансовые решения на данных в ноябре которые вы получили то есть надо смотреть ресурш опасно уже происходит из-за этого нужна статистика за предыдущее время когда эти товары продавали надо понимать что делают сейчас ресурши а торговать будет через три месяца не раньше так ну да она значит осталось у меня два вопроса вот роберт уже второй раз пишет вопрос не понимаю его запускайте если товара мог 2400 для брендирования вопрос себе стоимость 2-4 спайм доллара что замок мокк я так понимаю производитель делает а моккю моккю минимум ордер коэнс ну да я так понимаю ну я вижу мокк это так понимаю минимальная партия товара которую нам отправят там из китая да все верно причем никак не могу понять вопрос вопрос только не понять да то есть почему это я понимаю что себестоимость я понимаю что человек хочет купить мы сказали 2400 минимал себестоимость у него там грубо говоря там 4 доллара запускаете ли вы захотите ли вы запустить но если этот товар 2,4 спайм доллара 2,4 а мокк так минимальная партия ну понятно если например наше условие наших китайских поставщиков 2,400 и 2-4 доллара себестоимость я буду смотреть у вас тестовая партия 1100-300 штук не понимаю роберт ну вот я еще говорю если условия такие мы просто-просто-напросто смотрим какая конечная продажная цена если она стоит 15 долларов я 10 раз падаю а если она 35 долларов я по-любому закуплюсь так мне кажется я понял вопрос сейчас попробую его расшифровать мне кажется вопрос был следующий что вот например если поставщик выставляет MOQ например 1000 а мы берем что мы тестовые партии запускаем там от 100 до 300 единиц да в среднем то есть как быть в этой ситуации то есть если MOQ выше чем мы хотели бы запустить качество тестовой партии ну в таком случае мы договариваемся с поставщиком на это количество и зачастую цена единицы вырастает на тестовую партию чем больше становится чем когда ну понятно мы это просто рассчитываем тестовая партия у нас ну часто не уходит в прибыль да это нормально хорошо когда мы при своих ну да это заложено как бы в бизнес помимо этой марта ну в ценовой категории повыше обычно не бывает таких это MOQ 1000 единиц опять же то есть это в низких ценовых категориях а если закупочная цена там начиная с 10 долларов там MOQ 1000 почти никогда не будет ну бывает бывает если ты хочешь там кастомизировать что-то ну бывает если кастомизировать то у нас же не такая выборка типа чтобы ну правда уговорить что бывает ну да понятно ну да так и второй момент наверное я думаю основной это где брать ссылки то есть ваши эти программы если кому надо расскажите по ценникам как это или расскажите в следующий раз там как это вам удастся ну по ценникам в общем да Денис у тебя есть ссылка скидочная мы тебе ее скинем и мы все хотят приобрести по скидке скидка 25% через Денис если приобретаете антскол там one time payment а там спрашивают там а Paypal можно кроме Paypal чем тебе платить у меня у меня карты можно заплатить там вебмани еще есть но вебмани никто не платит а за сканер нет сейчас только Paypal есть боремся с картами да сканер у нас там скидочные тарифы тоже Денис через тебя могут ребята брать продублируй мне их пожалуйста они у меня просто это самое уже давно куда-то провалились я тебе продублирую обязательно вот прям не прям завтра 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 и ну мы там тоже скидку предоставим в общем все как мы обсуждали ну да просто поставим на первый пост то есть я в закрепленный пост повешу в любом случае то есть мы уже давно я уже давно этим пользуюсь так что в принципе все работает нормально надо именно нарабатывать технику и в любом случае без постоянно вот этого опыта ну в теории ничего не сработает да вот Артем предлагает наликом это факт Артем предлагает наликом я из Риги ну наликом наликом вам напишите там обратитесь свяжемся через фейсбук да или через вичат да ну в принципе все я думаю было очень приятно да взаимно Денис еще обязательно созвонимся и пообщаемся у тебя здесь Дан Денис душевно спасибо Дан в следующий раз да будем надеяться без накладок таких все было очень приятно всем спасибо кто пришел всем пока ребят всем пока удачи всем пока счастливо счастливо спасибо спасибо спасибо